Жители и гости Владивостока отпраздновали День Тигра на спортивной набережной. Многие подготовились заранее и пришли в тигриных костюмах, оранжевых футболках и с кошачьими ушками. Также на мероприятии раздавали большие фетровые лапы и уши полосатые кошки. Дополнить образ можно было бесплатным тематическим аквагримом для взрослых и детей. Маргаритки посадили, чтоб деревья не грустили, их водой мы напоили. Для гостей праздника подготовили локальные площадки, например, прыжки через большую скакалку, веселые старты, полоса препятствий на оранжево-черных батутах, настольные игры, твистер, игра по тигриным следам, лабиринт тигриные заросли, викторины и конкурсы. Также на мастер-классах можно было смастерить тигра из пряжи, сделать тарелочку в форме тигриной мордочки, кулон в форме лапки и многое другое. На спортивной набережной в разных локациях установили фотозоны с фотоаппаратами моментальной печати, зеленым фоном и ростовыми куклами. Была и площадка с обработкой снимка нейросетью. Также на празднике выступили детские спортивные и творческие коллективы. А малышей из детских садов наградил первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко за чтение стихов на тему защиты природы. Весь праздник на сцене играла живая музыка от Владивостокских групп. 24-й день тигра ярко отметили во Владивостоке благодаря правительству Приморского края, администрации Владивостока, Русского географического общества и Центра «Амурский тигр». Олег Завиалов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.